ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это последний ящик, босс. Я знаю. Часть бутылок я лет десять хранил. Но нам нужны деньги. Так что увозить. Вы слышали? Загружайте. Как дела, парни? Босс, что говорят о нашем дельце Сальваторе? Молодец стал. У Гелотти ничего на нас нет. Мы выиграли время. И все же, пока мы на миле. Погодите, рано отчаиваться, босс. Сэм говорит, ты что-то придумал? Да, вам это понравится. Подзаработаем деньжат, а заодно и мореллы пинка дадим. Ладно, выкладывай. Пару недель назад отдыхал я, значит, в курилке в Голубых Тропе. Где? Да, небольшой бордель. Пара номеров с матрасами прямо на полу. Клубка джетельмен. С баром и всем прочим. В общем, один клиент надрался и начал плакать самодам о своих бедах. Меня насторожил его забавный акцент. И вот он все ныл и ныл, мол, должен был получить кучу бабок. А бандиты, на которых он работал, кинули его. И вместо денег у него сломанный нос. Ты за него заплатил? Вот еще. Но я помог ему уйти и пригласил в забегаловку по соседству. Вы разговорились. Я узнал, что его зовут Гейтс. И этот хрен из Кентуки. Самогонщик? Лучше. У его отца пара неплохих вискарин. А теперь угадайте-ка, с кем они ведут дела в нашем городе. Морелла. Думаешь, Гейтс пойдет против него? Еще как. Я здорово его обработал, босс. Сегодня он привозит новую партию, но все его ребята уже готовы провернуть дело. Нам всего лишь нужно обставить это как ограбление. Ха! Не знаю, Поли. Ты правда ему доверяешь? Он очень зол на Морелла, это факт. А других вариантов у нас нет. Мы и так последний хер без соли доедаем. Что думаешь, Том? Канадцам нужна замена. Если Поли уверен насчет Гейтса, я за. Где встреча? Большая парковка в центре города. Ладно, вперед. Только на этот раз не надо играть в героев. Карл и Малыш Билл с вами. Сделаем, босс. Возьмете грузовик и гоните сюда. Мы не подведем, босс. Я не хочу пожалеть о том, что отпускаю тебя с парнями, Карл. Не волнуйтесь за меня. Не буду. Для волнения у меня есть Томми. Я сберегу вашего шофера, босс. Удачи, парни. Сэм и Малыш Билл будут ждать нас в центре. Карл, ты как? Похоже, ты малость обосрался. Да пошел. Наконец-то тебя отпустили поиграть со взрослыми, а? Слушай ты, я с Доном чаще вирус, чем мы все вместе взяты. Ага, сидишь на крылечке, пока он со своей девкой забавляется. Если не хотите меня брать на здоровье, боссу об этом знать не обязательно. Босс сказал, чтобы ты был с нами, значит, ты с нами. Просто видок у тебя будто погулять вышел. Не хочу, чтобы Гейтс считал нас хлюпиками. А чего Гейтс зол на Морелло? Когда Гейтс пригнал сюда товар, Морелло решил поменять условия. И своими же руками сломал Гейтсу нос в ходе переговоров. Если Морелло про нас узнает, сломанным носом Гейтс не обойдется. Вот поэтому мы все обставим, как налет. Потом Гейтс вернется к папаше и поплачется, как его держали на мушке. Так он убедит старика, что Морелло не в состоянии защитить товар. Значит, им нужен новый покупатель. Достойный гражданин по фамилии Сальери. Херовый план, Топ. Поле вчера мне все рассказал, и за день он стал только худ. Эй, когда начнешь добывать для босса на водке, а не только по городу его катать, тогда и будешь придираться. Ясно тебе? А пока рот закрой. Вот так. Ой, да как скажешь. Когда Морелло придет за тобой, мне не жалуйся. Ты серьезно? Ты, сука, серьезно? Так, парни, хорош. О, Господи. Я здесь часто дела веду. Парковщик берет немного бабла. Всегда закрывается, пока я не закончу. Так, мы на месте. Дейс ждет на последнем этаже. Вроде тут никого. Машины есть у тех, кто работает. С девяти до пяти тут всегда пусто. Мы тоже работаем, но мы тут... У нас особая работа. Поле, ты что-нибудь еще знаешь о Гейте? Только то, что у него сломан нос и целая машина крутого пойла. Наш человек. Наш человек. Останови тут. Коли. Рад видеть, дружище. Да, взаимно, Гейт. Ну... Надеюсь, вы понимаете толк виски. Вообще-то я совсем не эксперт. Томми. О, да, хороший. Первый взнос. Если Дону понравится, он закажет еще. И с каждым заказом будет все больше. Мы все разбогатеем, парни. Ну, мы всегда рады поработать с такими парнями, как Дон Сальери. Передай ему мое почтение. Конечно. Осталось выполнить нашу часть плана. Оферел поле! Нет, нет! Все нормально. А что? Разве ограбление не должно выглядеть убедительно? В этом городе мой чертов на сяра совсем скривится. Не, не волнуйся, парень. Уверен, с такими деньжищами ты запросто купишь себе новое. Хе. Берегись! Черт, сука! Черт, сибирь! Сида, сука! Откуда эти сволочи узнали? Ты язык за зубами держать не умеешь. Я из пульус ловил. Все не так уж и плохо. Берите бухло и валите. Мои парни заберут меня. Вперед! Если расчистите дорогу, нам с малышом тут ничего не грозит. Карл, в кабину! Мертвый ты нам ни к чему. В доме это еще не конец. Готовься, там будут еще. Я тебя прикрою! Парни, снова они! Они позвали остальных! Тут еще один! Опять они! Я тебя прикрою! Повторяйте! О, Боже! ВЫСТРЕЛЫ 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 Перезаряжаем! ВЫСТРЕЛЫ ВЫСТРЕЛЫ ТЕЛЕФОННЫЙ СВОЙ а а грузовик тут не пройдет нужно потушить ищет не душите или хоть что-то на потолке есть прыжки надо их включить здесь должен быть какой-нибудь кран здесь можно как-то пробраться то мне нужен путь я стараюсь грузовиком и 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 Шип им побольнее! Морел отправил за нами еще ребят! Еще одна тачка, прямо за грузовиком! Откуда Морел вообще узнал о моей сделке? Ну, в городе полно стукачей. Пока что давай привезем выпивку на склад и по пути постараемся не сдохнуть. Вон тут, я так и знал! Снова они! Ничего, мы их задержим. Врежем им побольнее! Морел отправил за нами еще ребят! Еще одна тачка, прямо за грузовиком! Семь свернул в Кувервиль! Значит, и мы за ним! Все лезут и лезут, суки! КОНЕЦ Похоже, оторвались Спасибо тебе, Господи Давай домой, посмотрим, что у нас там У нас там выпивка Все прошло не по плану, но бухло у нас Да, пожалуй, сегодня мы с тобой хорошенько к нему приложимся, Полли Мы это точно заслужили Тридцать восьмой калибр Встретили ребят Морелла? Да, Петс, их больше нет А что с парнем из кентухи? Он поймал пулю в плечо Крепкий, оклемается Они свалили, едва мы разделались с громилами Морелла У гейца и его отца есть еще один повод кинуть Морелла с торговлей виски Посмотрим, стоило ли это пойло всех хлопот Прекрасно Я утрясу с отцом гейца детали Продадим это жидкое золото, вернем все, что потеряли Молодец, сынок, горжусь тобой Я горжусь всеми вами Салюта! 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 Салюта!